Переход главной команды в чемпионат ВХЛ. Эту фразу любители алтайского хоккея ждали 17 лет. Еще в 2006-м Мотор сыграл свой последний матч высшей лиги против Химика из Воскресенска. С тех пор на страницах местного хоккея о чемпионате ВХЛ могли только мечтать. Но вот на дворе 2023 год и клуб делает долгожданное заявление. Динамо Алтай переходит в чемпионат ВХЛ под элитный турнир страны. В новом старте 29 команд. ВХЛ-Б было всего 4. География соперников от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга. И первое, что интересовало всех, это бюджет. Сколько и откуда деньги? Формируется бюджет, формируется попереческий совет. По сумме, сумма вы все знаете, она прописана в регламенте. Это минимальная сумма 130 миллионов для того, чтобы команда могла существовать. То есть расходы командировки, зарплаты и так далее. В составе перемены. Новый главный тренер команды Дмитрий Пархоменко. Он работал со многими клубами из России, а также Латвии и Казахстана. Один из них – казахский клуб «Сары Аркасы». Пархоменко стал чемпионом страны. Экс-главный тренер команды Артемий Лакиза теперь занимается селекционной работой и формирует команду. Клуб уже подписал договоры с парой новичков, но трансферная работа продолжится. Здесь «Динамо Алтай» придерживается своей философии. Мы хотим, чтобы у нас в команде было как можно больше воспитанников алтайского хоккея. Но сейчас на данный момент их не очень много в принципе. Поэтому из тех игроков, кто нам доступен, мы ведем переговоры со всеми. Но пока не все к нам согласились приехать. В клубе озвучили и опорные точки подготовки к новому сезону. Сборы в Бачкарях, турнир в Кургане, серия товарищеских игр в Новокузнецке и Красноярске. И мини-турнир в Барнауле, куда приедут клубы из Омска и того же Красноярска. Настрой весьма боевой. Это очень сильная лига, интересная. Поверьте, очень много самобытных команд, которые каждая хочет победить. Будет всегда движение, страсть, азарт. Будет интересно. Да, конечно, мы будем стараться. Будет всем непросто. В общем, в клубе настроены весьма серьезно. О задачах на сезон говорить рано. Но, по нашему мнению, вряд ли в первом сезоне получится бороться за медали. Команда обновляется. И чтобы создать конкурентный клуб для такого чемпионата, нужно пару лет. Поэтому от дебютного сезона хочется ждать огня в глазах и полной самодачи на льду. А место в таблице не сильно важно, когда все только начинает строиться. Дмитрий Дроздов, Владислав Коваленко. День с толком.